Высокая скорость, отточенное движение, один подъем в 5-6 секунд, концентрация, самоотдача, самая яркая битва турнира, соперничество мужских команд в эстафете, толчок по длинному циклу. В этом упражнении три движения, заброс, подъем и сброс, важны сразу несколько моментов. Легкость в движениях, правильная амплитуда, баланс, стремительный разгон в лидеры высшего команды колледжа профессиональных технологий. Два спортсмена, Никита Харченко и Владимир Урбах, показали хороший результат. 29 подъемов за 3 минуты. Отрыв 6 баллов, победитель первенства Европы Никита Харченко сделал заявку на второе золото. Первое спортсмен выиграл в личном зачете в категории до 73 килограммов. Я очень рад, что сегодня у меня получилось почти две победы. Сразу я выступал в личном первенстве по длинному циклу. Там для себя я установил свой личный рекорд, взял первое место. Также участвовал в эстафете по длинному циклу. Наша команда соревновалась с очень опытными мастерами. Кульминация соперничества. В споре третьих номеров мощный старт взял лидер омского гиревого спорта Антон Анасенко. Разрыв начал таять, появилась интрига. Что может сделать мастер? Приблизиться вплотную, догнать или обойти? Мощнейшая поддержка болельщиков. Антон Анасенко сумел нарастить темп. 36 подъемов по счету 88-87. Команда Сибгувка вышла вперед. Сохранила лидерство, выиграла золотую медаль. Соперники опережали нас на полминуты. И надо было темпом все это догнать. Может быть увеличить отрыв, либо сделать тот задел, который позволил бы последнюю тапу более стабильно выступить в конце и лидировать. Так получилось, что мы смогли, мы отыграли это отставание и достойно выступили на четвертом этапе, где мастер спорта международного класса, Донских Александр, упрощил наше лидерство. Темп, хорошая силовая работа и острое соперничество в других категориях соревнований. Оптимистичные результаты. В споре мужчин волю и мастерство продемонстрировал чемпион Европы Сергей Рысник. Спортсмен постоянно совершенствует и технику, и методики подготовки – резкий короткий подсед, мощный толчок, баланс движения, сила, выносливость. Хороший результат – 85 подъемов. Для начала сезона очень хороший старт. По ощущениям даже есть некоторые плюсы, что гири полегчали. Стал увереннее, как-то они… Увереннее держу гири, уверенность есть в себе. Будем дорабатывать некоторые моменты. Думаю, следующим стартом приведем себя в норму. В споре девушек отличилась Вера Вяткина. У спортсменки высокая мотивация. В минувшем сезоне Вера завоевала серебро чемпионата мира. Но в этом году задачи возросли. Впереди серия важных международных соревнований. Первый результат – 82 подъема. Я хотела бы, как и в прошлом году, отобраться в сборную России. Поэтому планы, скажем так, грандиозные. Но заниматься, каждая девушка, наверное, если понравилась, просто лежит к душе, наверное. Потому что все скажут, ну что, девушки делать в таком спорте. Но это, наверное, то, что мне нравится, поэтому я этим и занимаюсь. Еще один герой турнира – Евгений Вайгент. У спортсменов с ограниченными возможностями есть перспектива выступления в международных соревнованиях. Евгений показал заслуживающий уважение результат – 165 подъемов за 10 минут. Выиграл золотую медаль соревнования. У меня есть стремление заниматься гиревым спортом. И хочу сказать спасибо своим тренерам – это Павлику Анатолию и Антону Анатинку. Благодаря им я добиваюсь успехов. Впереди у наших спортсменов два крупных соревнования. Юноши выступят на первенстве страны в Сургуте. Взрослые во всероссийском турнире. В памяти известных омских гиревиков Николая Шатова и Бегзады Смогулова, который пройдет в нашем городе в конце февраля – начале марта. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов. Антенна 7. Продолжение следует...